...чемпионка Европы 2009 года против Месапа Накамура, против чемпионки мира и олимпийской чемпионки в синем кимоно Наташа. Очень серьезная, конечно, самоверница. Принимаю вам внимание то, что используются, которые Месапа Накамура, как правило, готовят и проводят приемы, что единственный рецепт это еще быстрее готовить и проводить приемы против Месапа Накамура. Нет, Месапа правильно готовится. Надо не давать сопернице, а самоверница приготовится и проводить. Значит, если Месапа Накамура чемпионка, что он, словно как, постоянно вяжет желание. Ее надо вот поддергивание постоянно. Да. Что, сразу получила наша... А, и сразу. Я прошла, начну. Что, были основания? Мы... Ну, это пока не обозначено. Ай, на кому руку, я скажу. Просто, ну, это по счету. А сейчас, как они так называют. Мы, если вы заметили, вы умеете. Кто-нибудь у нас же вопрос. Зовуя начали. Кстати говоря, если вспоминать начало полуфинальных схваток, мы уже говорили о том, что организаторы взяли на себя больше, чем смогли бы унести в другой ситуации и перенесли схватку на Камуры с татами Б на татами А. Потому что, ну, дескать, вот японка, чемпионка мира, олимпийская чемпионка, и вот мир должен ее увидеть, обязательно ее схватку. Слушайте, Камура, да. Но ничего, мы с вами успели увидеть и вторую часть схватки Наташи Кузютиной, победную часть полуфинальную, сейчас наблюдаем ее в финале. Временами напоминает какой-то боксерский поединок. Это именно борьба с вами, именно борьба с вами. И в этой борьбе идет подготовка. Готовка просто. Да, самое основное, конечно, это действительно. Вот так подготовил, значит, все в порядке. Голосит военная наука. Поехала лестерка. Не в пользу нашей Наташи. А я их наказываю. А получается так, что Наталья, что вы замечаете. Поигрывает. Ну, в любом случае, вот пока, вот по тому, как Наталья ведет схватку против чемпионки мира и олимпийской чемпионки, вот та легкость, с которой Накамура просто пробежалась к финалу, а эта легкость, если легкость, то здесь и не пахнет. Совершенно верно. Нет, нет, и из этого непростого положения Наташа ушла. Недаром она является одним из лидеров мирового рейтинга в этой весовой категории. Ведь она не дает, потому что она хорошо подготовит. Но с другой стороны и своих бросков не демонстрировали. Пока только разрушает. Ну, вот эта вот разрушительная деятельность не была потому, что у Накамуры одна предупреждение, а у Наташи уже два. Да, подсказчиков, конечно, огромное количество. Можно пройти в ноги, но... Подумала, подумала. Не стоит тратить силу на то, чтобы отрывать их в ногу подката. Перелила борьбу в подвальное помещение. Довольно спокойно, по-моему, ушла. Ушла наверх. Есть, по-моему, некий элемент все-таки такой осторожности и нести Наташи, потому что понимает она, насколько Накамура великолепно умеет и готовить, и проводить, и самое главное, колоссальный набор приемов, которые... У нее такая, я бы сказал, мужская манера борьбы у Накамуры. И то, как умеет контр-атаковать Накамура, тоже невеликолепно осведомлена об этом. Поэтому это такой вот элемент осторожности. Вот я с другой стороны, вот сейчас, сейчас надо рисковать. Сейчас уже, что Юка проигрывает, что Вазари, что Япон, по-моему, особой разницы нет. Поэтому надо идти попал. Вперед, вперед, вперед. Она опытная, опытная японка, и она не дает, не дает, пресекает все фактически активные действия. Накарья. Все, и вот от борьбы фактически. Все, вот так вот, опять-таки, не проведя ни одного технического действия, ни та, ни другая. Тем не менее, мы решили, кто же стал победителем. Несенчиво победителем в этой борьбе и зато Накамура.